В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Время вернуться домой. Деньги, расходуемые на войну в Сирии, по мнению лидера партии Яблоко, должны быть потрачены на развитие России. Новые технологии в системе голосования на предстоящих выборах губернатора в Рязани. Пожар в одном из многоэтажных домов в московском районе унес жизнь человека. И лучшие рязанские ученые награждены премией академика Уткина. Кандидат в президенты от партии Яблоко Григорий Явлинский презентовал в Рязани общероссийскую кампанию «Время вернуться домой». Явлинский требует, чтобы деньги, которые тратятся на военную операцию в Сирии, были направлены на решение проблем в самой России – на здравоохранение, образование, дороги и ЖКХ. Подписи под этими требованиями Яблоко будет собирать по всей стране. В начале своего визита в Рязань Григорий Явлинский прошелся по городу и поговорил с рязанцами на остановке Дом художника, где работает один из пунктов сбора подписей. Еще одно место, где также можно оставить свою подпись, работает также с 11 утра до 2 часов дня на площади Ленина. Многие заранее знали о приезде основателя партии Яблоко в Рязань и пришли на встречу с Григорием Явлинским со своими вопросами. На все из них кандидат в президенты старался ответить. Меня больше всего интересовал механизм возвращения нашего законодательства к конституционным ценностям, которые у нас прописаны в Конституции 1993 года. Я услышала, что он ставит себе такую задачу, это раз, во-вторых, что это большая сложная работа, которая требует и усилий дополнительных, и привлечения большого количества специалистов и прочее. Но лично для меня самое главное, что он это понимает и он такую задачу под собой ставит. Вы только посмотрите на цифры. Мы потратили на войну в Сирии за почти 2 года, за полтора года 100 миллиардов рублей. Вот собираясь к вам в Рязань, мы прикинули, что это означает для Рязани. Для Рязани это означает, что при том бюджете, который сейчас в Рязани, это 12 лет жизни. Капитальный ремонт всех жилых домов в Рязани – 44 миллиарда. Ремонт всех дорог в городе Рязани – 5,5 миллиардов. Это только капитальный ремонт всех домов и ремонт дорог. Вместе всего лишь 50 миллиардов, половина. Исходя из расчетов Явлинского, на эти же деньги можно повысить на 30% зарплату учителям, врачам и медсестрам в Рязанской области. Кандидат в президенты считает, что следующим этапом в развитии страны должно быть установление мира с Украиной, налаживание отношений с мировым сообществом и отмена санкций против России, в результате которых страна теряет большие деньги. Одновременно с решением международных задач, по мнению Григория Явлинского, нужно обеспечить комфорт и безопасную жизнь гражданам нашей страны. В частности, обеспечить людей собственностью. Несколько лет назад его партия разработала программу по выделению всем желающим земли для строительства домов на площади от 30 до 40 соток. Программа называется «Дома, земля, дороги», потому что нужно дать землю. Государство на себя берет дорогу, инфраструктуру и дает беспроцентный кредит на 50 лет, чтобы человек строил свой дом. Мы же самая большая страна в мире. По сведениям звучащих из уст президента, 43 миллиона гектаров свободных. Ну так почему мы это ничего не делаем? Вторая тема – это открыть личные счета. По мнению Григория Явлинского, личные счета, на которые будут идти доходы от добычи и экспорта нефти и газа, необходимо открыть для пенсионеров, новорожденных и студентов, чтобы у людей была опора и уверенность в завтрашнем дне. В этот день были затронуты и вопросы ЖКХ, а также сельского хозяйства. Нужно решать вопросы с лекарствами, нужно решать вопросы с дорогами, чтобы не было проблем с ДТП. Почему такой город, который является корневым городом для России, как Рязань, должен быть на каком-то там 60-м месте? Вы находитесь в двух часах езды от Москвы. Колоссальный интеллектуальный потенциал, серьезные машиностроительные, оборонные предприятия. И почему город должен быть и область должна быть на 60-х местах? А вот почему? Потому что деньги тратятся совершенно не туда. А на встрече с рязанскими общественниками, которые защищают исторические здания и зеленые зоны города, Явлинский выразил готовность помогать им всеми имеющимися у политика способами. Активисты рассказали кандидату в президенты, что Рязань теряет свой уникальный исторический облик. Парки и сквер уничтожаются под застройку. В обсуждении также затронули рязанский Кремль, который, как отметили активисты, может потеряться на фоне многоэтажных домов. И есенинские места, которым по-прежнему угрожает застройка. Выборы губернатора в Рязани не за горами. Сам процесс голосования волнует многих. В этом году он претерпит изменения. Ранее, 7 лет назад, уже была попытка внедрить сенсорные аппараты для голосования. Правда, их практическое применение не увенчалось успехом. Теперь нововведения продумывают и испытывают заранее. Про них расскажет Валерий Седов. На избирательных участках прозрачные урны для голосования стали привычной картиной. Именно такой их вид обеспечивает максимальную прозрачность и честность выборов. Но этот подход не исключает влияние человеческого фактора. Сейчас процедура голосования обещает быть упрощена в связи с появлением новых аппаратов под названием КОИП. Расшифровывается аббревиатура как комплекс обработки избирательных бюллетеней. Это такое устройство в виде того же приемного ящика для бюллетеней, сверху сканер. И вы вместо того, что обычный бюллетень, опускаете просто в разрез ящика, а это, в общем-то, вводите этот бюллетень в сканирующее устройство. Он принимает бюллетени и обрабатывает их в автономном режиме. А в конце дня печатает готовый документ, в котором расписаны все подсчеты. Этот технологический вариант полностью исключает человеческий фактор. В отличие от прозрачных урн, где различные ошибки были не редкостью. В конце избирательного дня все бюллетени доставали при наблюдателях, оглашали голос на каждом из листов и подсчитывали вручную. То есть вот эта громоздкая, достаточно серьезная работа, вываливание бюллетеней из ящика, оглашать и показывать каждый бюллетень, затем подсчитывать их в различные группы кандидатов – это исключается. К сожалению, Каибов в Рязани немного – всего 60 штук. Причем в день голосования три из них будут находиться в резерве. Поэтому комплексами будут оборудованы только те участки, явка на которые ожидается свыше двух тысяч человек. В отличие от Каибов, абсолютно на всех избирательных участках появятся автоматизированные рабочие места – сокращенно ARMA. Выглядят они как компьютер, объединенный с принтером. При помощи этих устройств избирательная комиссия будет формировать или создавать тот же итоговый протокол через электронную систему, то есть через компьютер. Каждый документ, распечатанный на ARMA, будет с так называемым QR-кодом, который может быть сканирован практически с любого устройства. И заполнение протоколов станет гораздо легче. Все места, которые будут записаны с ошибкой, программа выделит красным цветом, а верные – зеленым. Теперь заполнение документов будет сильно отличаться от того, каким оно было раньше. Сам процесс ввода данных намного быстрее, потому что если раньше, в этом случае, когда у нас не было QR-кода, то мы ввезли этот протокол, оператор в ТВС в ручном режиме переносил данные в нашу систему, проверялась она также, но это примерно где-то, ну как минимум, минут 5-6, как надо. А когда большое количество участков идет, конечно, в общем-то, ну и ошибки операторов допускались. Все эти нововведения созданы не только для удобства работников самой избирательной комиссии. Эта система повлияет и на честность выборов. За 7 лет, которые существуют КАИБы, не было замечено ни одного вмешательства в их программное обеспечение. К тому же, любой факт проникновения в эту систему будет известен Центральной избирательной комиссии. Поэтому о надежности таких комплексов не стоит переживать. Свою проверку временем они выдержали. Сегодня ночью в доме номер 8 на улице Костачево случился крупный пожар. Полностью выгорела квартира на шестом этаже. Пострадал от огня практически целый подъезд. В результате происшествия есть погибшие. На место выезжала наша съемочная группа. Пожар случился ночью. Об огне, как рассказали жильцы дома, сообщил в МЧС сосед сверху. Этажом выше первыми почуяли запах дыма и гари. Квартира номер 22 выгорела дотла. В тот момент внутри находился взрослый мужчина. Он погиб. И его мать. Женщину госпитализировали. Мать увезли. Но он кричал. Кричал, спасите, спасите. А она в другой комнате была. Она никогда не касалась. Потому что только как институт закончил, что-то с головой тоже не в порядке. И как раз меня не было, все получилось. Я еще уезжала и говорю, пожар не наделала бы. Как рассказали жильцы дома, многоэтажка едва после капитального ремонта. И теперь ждать улучшений не придется. Весь подъезд в копоте и запахи гари. Проблемы с электропроводкой, которые, кстати, обещали устранить в ближайшее время. Сильнее всего пострадали квартиры соседей. Мария Даниловна, к счастью, в эту ночь не была дома. Она сидела с правнучкой. Вот только ее новый ремонт можно начинать сначала. Сотрудники МЧС устранили пожар быстро. Причину его теперь только предстоит узнать. Часто случается так, что во время летних каникул дети оказываются предоставлены сами себе. Особую тревогу вызывают случаи, когда несовершеннолетние садятся за руль автомобилей и мототранспорта, не имея водительского удостоверения и, соответственно, навыков и умений управления. С начала лета в областном центре произошло уже три случая, когда несовершеннолетние управляли автомобилями. Прошедшие выходные на одной из проезжих частей города экипаж ДПС заметил автомобиль, ехавший с грубым нарушением правил. После того, как машина повернула на дорогу с односторонним движением, инспекторами было принято решение остановить транспортное средство. Экипаж патрульной машины начал преследование. Водитель «Жигулей», проигнорировав неоднократные требования инспекторов об остановке транспортного средства и, грубо нарушая требования правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где пытался совершить столкновение со служебным автомобилем. Погоня закончилась аварией. Проезжая на запрещающий сигнал светофора по встречной полосе движения на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской армии, «Жигули» столкнулись с автомобилем «Киа». От удара ВАЗ-2110, перескочив дорожный бордюр, выехал на газон. К счастью, никто не пострадал. При выяснении обстоятельств происшествия сотрудники ГИБДД установили, что «Жигулями» управлял 14-летний подросток, который угнал этот автомобиль из двора дома по улице Зубковой. Как выяснилось, подросток, проходя мимо транспортного средства, увидел ключи в салоне автомобиля и решил на нем прокатиться. А изначально ты от Зубковой ехал в какую сторону? Просто кататься вот сюда, на театралку, потом через театральный у нас комбинат. И в районе чего ты заметил сотрудников? У меня с комбинатом. Грибоедово, где барс? Они тебя с мигалками догоняли? Да. Выяснилось, что подросток уже не раз совершал противоправные поступки и находился на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. За данное преступление в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность с 14-летнего возраста. Так что после проведения ряда экспертиз и проверок на подростка, возможно, заведут уголовное дело. Госавтоинспекция обращает внимание взрослых на то, что если в семье имеется мото- либо автотранспорт, взрослым следует применить меры к тому, чтобы ограничить доступ своего ребенка к ключам зажигания имеющихся транспортных средств. Большинство подобных ДТП, безусловно, можно было бы избежать, если бы родители более ответственно относились к безопасности своих детей, а также к их воспитанию, осознавая, что именно они несут ответственность за поведение ребенка. Ситуация на дорогах всегда призывает к вниманию со стороны водителей, и чтобы обезопасить автомобилистов, все чаще появляются разделительные ограждения. О том, как они влияют на дорожную ситуацию, где еще недавно были построены, в следующем материале. Не так давно на выезде из города в сторону Солочи появилось барьерное ограждение. Более трех километров разделительного барьера на участке автодороги Рязань-Спасклепики установят уже к концу июня. Протянется разделительная полоса вплоть до коттеджного поселка Снегири. Ее эффективность подтвердилась на тех участках дорог, на которых тросовые ограждения стоят давно, на Северно-Окружной и на некоторых участках трассы М5. С момента начала применения технических средств организации дорожного движения, на участках, которые были ими оборудованы, не зарегистрировано ни одного выезда на полосу встречного движения. Вместе с тем, ряд таких случаев был предотвращен, отчем свидетельствует 17 наездов на тросовые ограждения. В то же время на автодороге М5 Урал при проведении эксперимента, предложенного госавтоинспекцией, были учтены не в полном объеме. Участки, на которых разделение встречных транспортных потоков не производилось, продолжают характеризоваться высокой тяжестью последствий. Аналогичная работа по установке ограждения ведется и на других дорогах, так называемых очагах аварийности. Это участки трассы Рязань-Пронск-Скопин, Рязань-Ряжск и участки федеральных трасс. Завершить работы на них планируется уже до 30 ноября этого года. Сколько не предупреждают правоохранительные органы о мошенниках и способах их деятельности, люди все равно попадаются на крючок. Часто жертвами все так же становятся пенсионеры. Обмануть их не составляет труда. Представиться социальным работником или представителем пенсионного фонда, и путь жилища пожилого доверчивого человека открыт. Поймать таких преступников сложно, но правоохранительные органы не стоят на месте. Очередная злоумышленница предстала перед судом. Прокуратурой Московского района города Рязани поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 26-летней уроженки Рязанской области в совершении 6 эпизодов тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище потерпевших и причинением им значительного материального ущерба. Установлено, что с мая по октябрь 2016 года ранее несудимая жительница Рязанской области под видом работников социальных служб, газовой службы, соцзащиты, Сбербанка вводила в заблуждение потерпевших, преимущественно престарелых людей, после чего, проникнув в обманном путем их жилища, отвлекая внимание, тайно похищала денежные средства в общей сложности на сумму более 200 тысяч рублей и причинила потерпевшим значительный материальный ущерб. Приговором Московского районного суда города Рязани с учетом мнения государственного обвинителя подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В Рязанской области вручили премии имени академика Уткина по науке и технике за 2016 год. Премия, носящая имя известного рязанского ученого, специалиста в области ракетно-космической техники, присуждается в нашей области с 2002 года за внедрение в производство новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов. Развитие науки и высоких технологий определено президентом страны вопросом национальной безопасности. Главная задача – превратить существующие следовательские заделы в успешный коммерческий продукт, а также максимально сократить время, которое тратится на внедрение разработок в реальное производство. Это удается рязанским ученым. Лучших наградили сегодня в правительстве области – главной наградой научной сферы региона – премии академика Уткина. Важнейшее условие – наука и система образования должны быть тесно взаимосвязаны и интегрированы с реальной экономикой. Только тогда будет эффект. Мы гордимся тем, что в нашем регионе живут и трудятся такие, как вы, талантливые, энергичные люди. Преобразовать солнечную энергию в электрический ток, попросту говоря, укротить солнце, смогли специалисты из Рязанского завода металлокерамических приборов. Сегодня они получили награду за разработку и запуск в производство солнечных модулей на основе кристаллического кремния. Серийного производства солнечных модулей, так называемых, кристаллического кремния, которые преобразуют солнечную энергию непосредственно в электрический ток. И с помощью нее можно, так сказать, запитывать различные потребители, отдавать ее в сеть, автономные объекты питать, ну и так далее. Солнечные киловатты энергии, как известно, дешевле, чем газовые. А получение такой премии отмечают ученые. Это не только оценка большого труда научного коллектива, но и стимул к дальнейшей работе над новыми проектами. Отрасль стремительно развивается, поэтому здесь, так сказать, никакого тупика нет. Очень стремительно развивается и в мире, и в России, соответствующие законы стимулирующие принимаются, поэтому здесь останавливаться совершенно нельзя. Из награжденных сегодня и коллектив приборного завода. Специалисты получили премию за разработку и промышленное освоение лазерной системы наведения высокоточного оружия. Система формирует лазерный луч, который управляет ракетой и наводит ее на цель. На сегодняшний день изготовлено уже более 200 комплектов. Разработка поставлена на основной ударный вертолет вооруженных сил страны – Ка-52 «Аллигатор». По этой лазерно-оптической тематике сейчас у нас еще дополнительно появилась дальнометрия, то есть лазерные дальномеры мы разрабатываем, и лазерная локация. Лазерная локация – очень новая, но тоже новая, неосвоенная тема. Лазерная локация – это безопасность полета вертолетов на низкой высоте, обнаружение всяких проводов, то есть тех, которые не радар, не видимых, не видно. С помощью лазерной локации позволит это определить и обеспечить безопасность полета. Сегодня новые разработки создаются на многих площадках рязанских вузов и предприятий. А всех, кто занимается инновационной деятельностью, власти региона призывают обращаться за помощью в соответствующие организации. Очень много реально талантливых ребят, которые уже свои разработки внедряют, продают, коммерциализируют. И вот это все надо просто собрать, как-то систематизировать для нас в наших представлениях и понять, какую поддержку еще в дальнейшем надо оказывать таким инновационным предприятиям, нашим образовательным учреждениям и всем, кто этим занимается. В Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова стартовала уникальная образовательная программа. Однако знания будут впитывать не студенты и школьники, а руководители медицинских организаций. О специфике нового образовательного продукта и его эффективности расскажет Галина Ершова. Ольга Прокофьева – детский невролог. Она работает в практическом здравоохранении почти 30 лет. За это время через ее заботливые руки прошли тысячи детей. С 2016 года Ольга Михайловна делится накопленным опытом со своими подчиненными. Однако для должности заведующей консультативно-диагностическим центром областной детской клинической больницы чисто медицинских знаний уже недостаточно. Нужно быть грамотным управленцем. Сам пациент изменился, и врач изменился, и взаимоотношения изменились. Поэтому вот это взаимодействие, оно требует вот этих новых знаний. Рождаются жалобы, недовольства. Поэтому, конечно, чтобы это все предупредить и грамотно объяснить пациенту и оказать правильную медицинскую услугу, мы это все в первую очередь должны знать сами. Углубить свои знания ей и другим руководителям помогли в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Здесь разработали принципиально новый образовательный продукт. Это программа «Эффективное управление медицинской организацией». Она рассчитана на тех, кто уже имеет доступ к медицинской деятельности по организации здравоохранения и общественного здоровья. Но хотел бы значительно улучшить умения и навыки в этой сфере. Он включает в себя множество блоков, включает в себя и маркетинговые вопросы, и финансово-экономические, и вопросы кадрового менеджмента и так далее. То есть, поэтому мы надеемся, что данный курс будет все более востребован среди наших руководителей медицинских организаций. Причем это могут быть и главные врачи, и директора клиник. То есть, это именно управленцы. Мы учим управлять. Слушателей курса ждет насыщенная образовательная программа. Это 360 часов теоретических и практических занятий. При этом слушатели изучают не управление в принципе, а учатся применять законы и разбирают кейсы на основе своей медицинской специфики. Также, помимо чисто экономических вопросов, слушатели ждут занятия с психологами и изучение конфликтологии. Отдельное внимание уделяют правовым вопросам, разбирают конкретные примеры административной, уголовной и гражданской правовой ответственности. При нарушении норм медицинской дентологии и норм оказания медицинской помощи, иногда медицинские учреждения вынуждены возмещать пациенту, пока что в медицинских учреждениях, достаточной суммы, которая зачисляется миллионом и более рублей. Для удобства часть лекции можно прослушать дистанционно, а практические задания выполнять на базе своей больницы, поликлиники или медицинского центра. Больше, конечно, мне помогли нормативные документы, которые всегда нужно знать руководителям, потому что возникает очень масса вопросов. То есть, когда просто работаешь практическим врачом, об этом иногда не задумываешься. Также в рамках курса слушателям предстоит решать множество типичных задач и разобрать практические кейсы. Поэтому все знания, которые они получат в рамках программы, сразу же можно применить на практике, чтобы не повторять чужих ошибок. Это все новости на данный момент за событиями. Вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи! Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Программа «Техно-Монолит».